Никит, привет! Команда проиграла сегодня, но у тебя, по-моему, сезон хай, ты набрал больше всего очков. Как ты стал самым забивным в команде вообще? Что происходит? Потому что не было тех, кто должен забивать. Шилович сегодня отсутствовал, Филимончика почему-то не пошло, не знаю почему. Больше было некому, наверное, сегодня. Ну, как тебе матч? Как игра? Нормально, но честно думал, что выиграем, ожидал большего. Как сказал уже, у Ромы, в принципе, не пошло сегодня. Не сыграли в больших, не реализовали преимущество, потому что два больших, как я говорил, они не пришли просто. Пришлось там мне толкаться. Не было Мазура, не было Кованева у Бобруйска. Это, ну, цилиобразующие игроки, я могу сказать, у Бобруйска. И у вас была возможность все-таки выигрывать, да? Ну, чего у Филимончика-то не пошло? Расскажи твои предположения. Я не знаю, почему не пошло. Ну, может, не выспался человек, может, что-то еще, не знаю. Ну, правда, ну, просто не пошло. Сегодня не его день был. Мы попытались как-то компенсировать, не получилось. Я видела, что ты очень сильно возмущался насчет фолов, я так понимаю. И жесткая игра была со стороны Бобруйска? Ну, я просто играю в такой баскетбол. Я не очень люблю такой сильный, агрессивный. И если просто начинают локти толчки, я тоже немножко завожусь и начинаю делать то же самое. Получается достаточно травмоопасно, а все-таки это любительская лига. Здесь нету каких-то наград супер-пупер, не играем на рейтинге и так далее. Просто для себя, для души не понимаю, зачем играть в такой силовой баскетбол. Хорошо. И последний вопрос. Расскажи, как тебе выступление в дивизионе «Норда» в этом году. «Норда»? Оно такое зигзагообразное. Оно иногда классное, иногда очень плохо. Ну, честно, не у всех получается приходить на тренировки, потому что все-таки ребята не молодые, у всех работа семьи. Стараемся сделать все возможное. Хотелось бы, конечно, больше, но для любительского уровня, опять-таки, я очень доволен. Ты смотрел, мы делали обзоры, Борис Каноник сказал, что ожидает от вашей команды очень много во втором дивизионе. Он думает, что у вас есть большие шансы на плей-офф и не только на то, что вы выйдете. Ну, если честно, сегодня была игра, я думаю, такая, относительно решающая для нашего плей-оффа. Я, если честно, я даже не смотрел, там, какое мы место занимаем, как мы выходим, не выходим, да, ну, вот. Были? Ну, в общем, не знаю. Но я знаю, что вот этот соперник был неназначенно принципиальный, потому что победа над ним, по-моему, относительно означала уже выход. Но проиграли, не знаю, будем смотреть. В принципе, наша команда, она может выиграть любого в этом дивизионе, если действительно соберется и реализует весь свой потенциал, если все придут на игру и, ну, соберутся. Все, хорошо, спасибо.